Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Абхазия Раул Джункович Каджимба подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Раул Джункович Каджимба подписывает договор между Российской Федерацией и стратегическом партнерстве. Уважаемые коллеги, дамы и господа, переговоры с президентом Республики Абхазия Раулем Джунковичем Каджимба прошли в дружеской, конструктивной атмосфере. Мы обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, подробно остановились на ситуации в регионе в целом. Хочу подчеркнуть, что только что подписанный договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией отражает достигнутый нами высокий уровень межгосударственных отношений. Это новый шаг в реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее. Это совершенствование и укрепление договорно-правовой базы, которая была сформирована в предыдущие годы. Вопрос заключается в том, чтобы обеспечить безопасное существование Абхазии, обеспечить безопасность её границ, создать условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей. Разумеется, в конечном итоге, для того, чтобы улучшить жизнь людей. В договоре определены основные направления наращивания российско-абхазского сотрудничества, как я уже сказал, в экономической, социальной, гуманитарной сферах, в вопросах обороны и безопасности. Поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры. Они подкреплены серьёзным финансированием. В 2015 году на цели реализации договора предусмотрено выделение Абхазии 5 миллиардов рублей. За прошедшие после признания независимости республики годы проведена большая совместная работа по налаживанию кооперационных связей. Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнёров республики. В Абхазии работают уже более 50 предприятий с участием российского капитала. Они представлены в таких базовых отраслях, как топливно-энергетический комплекс, связь, массовые коммуникации, банковские услуги и туризм. Ощутимую отдачу приносит и инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2013-2015 годы. В текущем году в рамках этой программы планируется завершить строительство 54 объектов в области транспортной инфраструктуры ЖКХ в сельском хозяйстве. Кстати говоря, вопросам транспортной инфраструктуры мы уделили значительное внимание в ходе сегодняшних переговоров. Считаем возможным вместе с другими партнёрами подумать и при общем согласии реализовать такой проект, например, как транзитное железнодорожное сообщение в направлении Сухоми, Тбилиси и далее с одной стороны Армению, с другой стороны Россию. Полагаем, что реализация проектов подобного рода будет, безусловно, способствовать созданию условий для развития сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в регионе. На завтрашнем заседании Межправкомиссии планируется рассмотреть проект инвестиционной программы на очередной трёхлетний срок 2015-2017 годы. Предполагаемый объём её финансирования более 4 миллиардов рублей ежегодно. Это значит, например, что по следующему году, по сравнению с текущим годом, финансирование Абхазии будет увеличено практически в два раза – до 9,2 миллиарда рублей. Динамично продвигается межрегиональное сотрудничество. Соглашения с Абхазией заключили более 30 субъектов Российской Федерации. Высокий уровень взаимодействия достигнут в культурно-гуманитарной сфере. В текущем учебном году выделено 290 мест для обучения абхазских студентов в вузах России. На регулярной основе проводятся российско-абхазские гуманитарные форумы. В ходе встречи мы обсуждали и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. И в заключение хотел бы ещё раз дать высокую оценку состоявшимся переговорам. Уверен, что российско-абхазское сотрудничество, союзничество, стратегическое партнёрство будут и дальше укрепляться. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, подписание договора между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнёрстве, безусловно, является важным историческим событием во взаимоотношениях наших государств и народов. Наши отношения выходят на новый качественный уровень, предполагающий тесное взаимодействие сторон в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Россия вновь демонстрирует свою приверженность равноправному сотрудничеству с Абхазией, что является примером уважения международного права и верности взятым обязательствам. Союзнические отношения с Россией создают полный объём гарантий безопасности нашего государства и широкие возможности для социально-экономического развития. Мы небольшая страна, но на протяжении долгих лет мы последовательно ориентировались на Россию, тем самым обеспечивая наши общие интересы. И эта последовательность получила поддержку со стороны руководства России, которое признало нашему независимость и активно поддерживает нас на международной арене. Мы искренне признательны вам, уважаемый Владимир Владимирович, за всё, что было сделано вами для поддержки нашего народа. Мы заинтересованы в активизации и расширении международного признания нашего государства и участии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, которое инициирует Россия. И этот договор, мы уверены, придаст новый импульс этому процессу. В заключении хочу подчеркнуть, что наш народ давно сделал свой исторический выбор в пользу укрепления равноправного сотрудничества и союза с Россией. Это соответствует нашим долгосрочным стратегическим интересам и закладывает надёжную основу для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Республики Абхазия. Спасибо за внимание.